Приветствую вас! Собственно говоря, нужно разобраться с тем, почему вы не можете отпустить человека. То есть, если вы его не можете отпустить, значит у вас есть к нему определенная потребность, определенная зависимость от него, определенная нуждаемость в нем. И, конечно, отпустить слот, потому что отпуская его, вы, по факту, лишаете себя чего-то, вы, по факту, лишаете себя каких-то потребностей, удовлетворения потребностей. Которые, которые возможны, когда вы в отношениях с молодым человеком. То есть, очень важно, очень важно этот момент разобрать, очень важно понять, что мешает вам его отпустить, какую, как вы и как именно. Вы от него зависимы, какую именно потребность и в чем вы пытаетесь удовлетворить за счет молодого человека. Нет, это не обязательно что-то плохое, это совершенно не обязательно что-то плохое, это может быть и, ну, вполне естественная история, но для вас лучше будет, на мой взгляд, в этом разобраться. Потому что, это не делает вас более привлекательны, что ли, для отношений. Такая вот история. Такая вот история. Также, ну, очень важно понимать, как именно, как именно, воспринято, было было то, что человек сказал вам про отсутствие отсутствие у него любви, вот, очень важно этот момент определить, потому что он напрямую влияет на то, как вы себя чувствуете и на то, как вы себя ощущаете, вот, так что здесь, вот, тоже на это очень важно обратить внимание. Значит, ваши состояния, которые вы описываете, конечно же, неприятные, вот, но оно корректируется, вот, оно корректируется более чем, корректируется, и более чем, значит, выправляется, условно говоря, вот. Другой момент, только лишь в том, хотите ли вы этим заниматься, то есть, вот, интересно, интересно ли вам этим заниматься, готовить, готовы ли вы работать в этом направлении, готовы ли вы исследовать себя, свою потребностную сферу, вот. Вот, если, если да, то вам нужно выбирать себе психолога и начинать с ним работать, вот, потому что по-другому вам, скорее всего, не помочь, по-другому не получится вам помочь, вот. Самое, что здесь важно именно, именно работать с потребностной сферой, вот, соответственно, в потребностной сферой, соответственно, вот. Если вам это интересно, то вы можете, как я уже сказал, выбрать себе психолога, вот. Вот. Значит, вы пишите о том, чтобы мы вам помогли. Я хотел бы, я хотел бы понять, какой именно помощи вы от нас хотели бы, какой помощи вы от нас ждете конкретно, потому что пока не очень, не очень понятен этот момент, какая помощь вам нужна конкретно, потому что вы хотите отношения гармонизировать, что возможно, потому что молодой человек смог написать это вам в порыве, скажем так, определенных сил. И совершенно не факт, что он так думает на самом деле, но необходимо, конечно, понимать, что требуется определенные действия сейчас от вас, да, чтобы ситуация нормализовалась. Вот, например, требуется какое-то время молодого человека не дрогать, например, требуется больше внимания, больше времени уделять себе, вот, требуется посмотреть в сторону своей реализации, в сторону того, что ценно вам именно, а не кому-то другому, да. Вот. То есть в сторону, таких вот вещей имеет смысл направить свой взгляд сейчас. Вот. И дальше уже будет, в принципе, видно, куда вы хотите двигаться и что хотите делать. Потому что подобная зависимость, она возникает, как правило, из-за того, что человек обесценивает сам себя, боится один, ну, боится остаться один, ну, вот, боится какого-то одиночества, вот. И, соответственно, человек, испытывает нужду к человеку, вот, а человек, к которому испытывают нужду, да, ему, ну, не совсем, скажем так, не совсем приятно, то, что от него слишком зависит, вот. То есть ему это неприятно. И, соответственно, у него появляется желание как-то вот отдалиться, появляется желание отстраниться, вот. Вот. Что, в принципе, естественно, да, вот. Что, в принципе, нормально. Вполне нормально. Вполне адекватно. Вот. И, в общем и целом, в общем и целом, ситуация выглядит, а, именно так. Вот. Что есть, а, ситуация выглядит именно в таком ключе, как мне кажется, и, 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 и в первую очередь. Как мне кажется, как мне кажется. А дальше уже будет, в принципе, понятно, куда и как и что вам можно будет делать. Куда и как направить свой ресурс. А пока вы просто очень сильно зависим от человека. То есть я думаю, что у вас есть некие внутренние противоречия, которые нужно разобрать вам. Вот в принципе то, что я могу вам ответить. То, что я могу сказать. Ладно. Вот. На этом, в принципе, всё. Я надеюсь, что помог вам. Хоть немножко. Сейчас молодого человека вам лучше не трогать, если вы не хотите, ну, ситуацию как-то закупить. Вот. Если вы боитесь, что откупить. Вот. Так что, не делайте резких движений каких-то, да. Вот. А просто постарайтесь побольше внимания, времени уделять именно себе, своим ресурсам. Вот. И посмотрите, в чем именно вы нуждаетесь. То есть постарайтесь. Постарайтесь обратить внимание на то, в чем нуждаетесь именно вы. Вот. Такая вот история. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ваша ситуация будет разрешена самым лучшим образом. Спасибо.